Всем привет! Всем привет! Так, по звуку слышно или нет? Да. Да? Нормально? О, хорошо. Вот как раз тогда у меня есть модератор, который, если что, скажет. Если у меня выключится звук, мне кто-нибудь все об этом скажет. Это очень здорово. Я понимаю, что сегодня вы у нас будете, да, модератором? Да. Не знакомы, да? Не знакомы. Анастасия. Анастасия. Очень приятно. Просто минулый эфир проводила Христина, но у нее сегодня курсовая, поэтому я заместя ей. Ну, ты прекрасна. Так что сегодня тему пиара придется слушать вам. Вы же меня не покинете, правильно, до конца? Конечно, нет. Куда? Куда же один из? Вот и хорошо. Вот и замечательно. Так, вы меня представите или мне пару слов о себе сказать? Скажите пару слов про себя, потому что у нас дадалось кілька подписчиков, чтобы они знали, кто вы, чем вы занимаетесь. Ну, если кратко, я вообще пиарщик. Но не просто пиарщик, да, почему? Потому что, когда ты говоришь, что ты пиарщик, то все сразу так думают, так, короче, это тот человек, который ходит на вечеринках, в общем, ест всякую еду, в общем, и непонятно, чем занимается. Я все-таки больше пиарщик с точки зрения практики. Почему практики? Потому что я скорее за результативный пиар. Или же за тот пиар, который продает. Или же за тот пиар, который поможет вам стать, например, какой-то публичной личностью, или же, например, если захотите, будь президентом этой страны. Это все тоже возможно. Нормально. Да. То есть, в основном я занимаюсь, если ко мне обращаются, в основном ко мне обращаются по нескольким запросам. Первый – это как получить такой ресурс, как популярность. Второй запрос, если необходимо, например, то чаще всего сталкиваемся с личными брендами, спрашивают, как мне стать дорожным. Ну, к примеру, я там на рынке стою, условно, моя консультация там 100 долларов, да, а я хочу 500. Вот как сделать так, чтобы вот я стою 500 долларов? То бишь, как себя удорожить? Еще один из возможных, да, запросов, это чаще всего, это про выход из тени своего проекта. То есть, чаще всего мы, например, знаем компанию, она может быть уже очень старая, да, там, древняя, но никто не знает ее создателя. Ну, либо точно так же касательно какой-то идеи. Поэтому еще один из таких запросов к пиашику, да, это вот как выйти из тени своего проекта. То есть, это вот тоже очень часто, вот, с которыми мы с запросами сталкиваемся. Ну, и также там всякие могут быть вопросы по коммуникации, но уже так достаточно, да, вот скажем, такие прям вот, как сказать, такие четкие, понятные. Ну, к примеру, это позиционирование на рынке. Вообще, больше всего я люблю именно позиционирование и ребрендинг. Это как такая моя особенность. Почему? Потому что чаще всего, ну, я просто видела здесь у меня, мы выбрали с вами такой контекст работы, вариант, это как ответы на ваши вопросы, но вопросов здесь больше 50. Вот, их оказалось очень много, и мне их пришлось как-то разбивать. Там, насправде, их больше. Больше, да? Там их здесь 140. Вот, я потому постаралась их там поразбивать на некоторые, да, там, какие-то там группы хотя бы, ну, либо там какие-то конкретные. Я вот буду, да, там давать прям вот какие-то вам конкретные фидбэки. Но вот что мне бы хотелось бы такое сказать, да, вот вообще о популярности. Почему? Потому что популярность – это как некий ресурс, да, вот как раз которым профессионально занимаются пиарщики. Потому что, в принципе, ну, как есть теория о том, что есть, существуют основных 7 ресурсов, да, которые нужны человеку, чтобы добиться успеха. Один из них, например, все знают, это деньги. Ну, там, другой, там, знает такой ресурс, как связи. Ну, вот, например, связями профессионально занимаются нетворкеры. Деньгами профессионально занимаются финансисты. То есть, если вам нужно узнать о деньгах, вы, скорее всего, пойдете к ним. Так вот, если вам нужна как раз просто популярность, они, как правило, отвечают за них пиарщики. Вот. И тут вот, дай вам же, если мы будем больше переходить, там, так, ну, наверное, еще было бы интересно рассказать про некоторые мои кейсы, да, ну, так, чтобы, а то я тут что-то порассказывала, порассказывала о самой популярности, чем я занимаюсь, и тут забыла рассказать вообще, откуда бы у меня быть вообще эти знания. Я не изучала пиар в классическом понимании, я училась на дипломатах. Ну, понятно, там очень многие были зоны, мы касались того, а как же, в общем, вести себя нормально на арене страны, в принципе, как презентовать страну в мире. Поэтому, как бы, дипломаты, из них, получается, не плохие пиарщики. Так же, как с психологов, маркетологов, юристов, так, ну, у меня там еще были в профессии пиарщиков, социологи, и, в общем, там много ребят, которых я знаю, которые потом попадали в эту профессию. Журналистов тоже много, кстати, сейчас в профессии пиарщика. Первая моя работа была, это помощник депутата Верховной Рады, вот, и там у нас был, случился большой-большой-большой кризис. Поэтому заходила я в пиар-сферу не на голубом, да, коне, или пегасе, или кому-нибудь там. Сразу же меня кинули в какое пекло, когда мы разругались практически со всеми медиа, которые были только в доступе. В общем, вытягивали мы этого народного депутата из его скандала, в общем, пытались его отбивать от медиа. Поэтому первый мой кейс как раз был связан с таким, чуть скандальным. Потом я больше начала заниматься, чуть, так сказать, ушла в тень, но начала заниматься уже больше в вопросах бизнеса. Это значит продвигательный бизнес. Первая моя работа, это будет 2012 год. То есть, страшно сказать, я уже в этой профессии лет, так, наверное, в 8. Потом, как бы, из таких более громких, да, то, что вам сейчас может быть интересно. Может быть, вы знакомы с такой компанией, как Тарян Групп. То есть, это те, которые делали Царский, Роял, Тауэр Джекхаус, ну, может быть, от Уран Китаряна, вы знаете, да, мы что-то слышали. Это один из наших премиальных застройщиков. Я с ним работала. Работала еще с кабинетом министров. Я продвигала проект. Я маю право в Министерство юстиции. Вот, я за него отвечала. Поэтому, как бы, меня еще немножко покидало и на госслужбу. Там я тоже успевала, успела побыть. Потом несколько проектов, о которых я не могу говорить, потому что у меня индии. Еще, наверное, на лет 10 будет индии. Вот, но на один у меня уже заканчивается. Например, на проекте «Холостяк». Поэтому я не тот пиарщик, который, да, может прийти и вам рассказать о том, короче, пойдите и сделайте вот это. Я скорее тот пиарщик, который пошла и все это протестила на себе. Что пережила моя страничка Инстаграм, честно вам страшно сказать. Там было все, начиная от всех возможных гивэвэев, бомбок и так далее. Потому что я же не могу подставить клиента, правильно? Потому что надо сначала пойти это все протестить, а потом рассказывать, как это все работает. Вот. Из таких последних моих кейсов – это крупная компания, с которой я сейчас работаю. Она работает в 20 странах. Это компьютерная академия ШАК. Вот. И сейчас, получается, как бы у меня 20 стран, от США до Камбоджи. Они все разные. Они разные по менталитету. В общем, и надо как-то перевести это все в какой-то плюс-минус, да, какой-то адекватный и единую некую коммуникационную стратегию. Да? До этого у них просто никогда пиара не было. Ну, еще успела побывать в президентской компании. Да, та, которая была предыдущая. Вот работала с одним из топовых, ну, с представителем одной из, там, пятерки. В пятерке он был. Вот. Работала я с темой фейков. Очень интересная тема в пиаре – это как бороться с фейками. Здесь вы меня про негатив спрашивали. В общем, как бы те вопросы, которые вы мне задавали, очень многие из них я прошла на себе. Поэтому сейчас с удовольствием вам расскажу. Был там хороший такой вопрос, там, и как сделать там начинающего артиста знаменитым. Расскажу про кейс отличный. Расскажу и про черный пиар. Сейчас расскажу про негатив, как вы видите, когда тебя ненавидят в те социальные сети. Так что, вот, переходим уже к такой большей практичности. Поэтому буду вам рассказывать, вот, судя по вашим вопросам. Некоторые будут пропускать вопросы, но буду говорить о том, что я не помню, как я сказала раньше. Так, поехали. Первое. Первый вопрос касался самопрезентации. По сути, самопрезентация, да, то есть вообще как себя презентовать в новой компании, да, там, новым людям о себе рассказать. Я бы рекомендовала бы, вот, как самопрезентация – это ваше позиционирование. С точки зрения позиционирования, вот, когда он говорит про позиционирование бренда, я уверена, что вы все эти слова слышали, да, вот, как раз самопрезентация – это ваше позиционирование, скажем так, в данной компании, в данный момент. Рассказываю, о чем речь. У любой самопрезентации, так же, как у позиционирования, должна быть цель. Представьте, что вы приходите в новую компанию. Первый вариант. Какая у вас может быть цель? Ну, когда вы пришли, например, на бизнес-ивент. Цель первая. У девчонок, может быть, выйти замуж. У парней. Найти девушку. Почему вы и нет? Дальше цель – завести новые знакомства. Новое знакомство, пообщаться, да, то есть, как бы, может быть, даже без конкретики поиска клиента. Может быть, следующая цель – это когда вы конкретно ищете клиента. Потому что, запомните, делать самопрезентацию без для себя понятной цели – бессмысленно. Вы просто зря сотрясаете воздух. Поэтому, первое, что мы делаем? Мы себе придумываем минимум четыре самопрезентации, четыре формы самопрезентации с определенным месседжем. Как бы мы бы хотели, чтобы о нас говорили? Лучше, да, потому что я чаще всего рекомендую клиентам – это ваша самопрезентация должна звучать так, как бы вы бы хотели, чтобы ее передали другие, когда нет вас рядом. Вот о чем бы они должны были бы о вас рассказать, когда вас нет рядом? Ну, вот, к примеру, да, мне комфортнее все, потому что, чтобы вы понимали, сколько раз я сталкивалась с тем, что мне кто-то звонит и говорит «Алло, Арина, привет! Я тебе звоню от моего друга Саши, он сказал, что ты классный маркетолог». Я наркетолог? Серьезно? Чувак, я работал в президентской компании, какой я наркетолог? Я пиарщик. Поэтому, а еще бывает такое, что извиняюсь, слушайте, у нас есть такой маркетолог, которая была в холостяке. Ты такая, именно это мое самое большое достижение, да, вот, ну, как бы это смешно ни звучало, но это хорошо работает. Смотрите, ваша самопрезентация, в ней стоит сделать акцент на том, что бы вы хотели, чтобы о вас рассказали другие. Вот, например, да, как бы даже ваши друзья. Дальше из таких главных правил, да, самопрезентации, она должна вызвать после себя вопросы. Тогда это хорошая самопрезентация. То есть, я думаю, что вы слышали про такую самопрезентацию на 10 секунд. Кто-то говорит «самопрезентация» на 30 секунд, кто-то может говорить на минуту. Я рекомендую сделать самопрезентацию на 10 секунд так, чтобы после нее у вас появились, к вам появились вопросы. Как это может звучать, да, например, главное выявить то, что в вашей самопрезентации может быть интереснее остальным. Ну, к примеру, я вам пока что-то там рассказываю, ну, просто для меня сейчас моя тема и моя профессия чуть важнее, чем мое имя, да. Возможно, я даже не помню, я успела сказать, что у меня зовут Арина Яморских. Ну, как видите, я посчитала это. Мелочь какая-то. Вот, мне больше, да, было бы интересно как раз сейчас, да, рассказывать о своей профессии, чем она может быть полезна, чем она занимается, чем она отличается от маркетологов и рекламщиков и всех остальных. Вот. Также я рассказала про свои кейсы. Почему? Потому что мое имя многим из вас вообще ни о чем не скажет. А вот, например, шоу «Холостяк» вам говорит больше президентской компании, вам говорит больше Тарян Хитарян, да, его компания тоже говорит больше, чем мое имя. Поэтому круто, если в вашей самопрезентации вы поставите то, что может, скажем так, то, что больше вас, глобальнее вас, да, то есть более влиятельное, вы поставите на первое место, а потом, да, как бы дотянете, то есть объясните свое имя через ваши кейсы, через ваши возможности, да, через вас какую-то специфику. Если человек более значимо, чем его достижения, тогда в самопрезентации, да, смысл есть поставить сначала свое имя. Если же у вас есть рядом с вашей самопрезентацией, вернее, в нее вы можете внедрить то, что будет, скажем так, вас подсвечивать, вас усиливать, то лучше сначала именно в профессиональной сфере поставьте вот это на первое место. Если же у вас самопрезентация, это больше для личных отношений, ну, слушайте, да, как бы чаще всего на красный бизнес и на политических ивентах мы можем встретить очень крутых девчонок, очень крутых парней. Поэтому, если вы хотите познакомиться с ними, то я бы все-таки рекомендовала бы не выпаливать, да, так, здравствуй, я Сергей, я помощник народного депутата. Хотя, блин, это бы сработало бы, мальчики, это на девочек может работать. Девчонки, вам я все-таки тогда бы рекомендовала бы, да, может быть, не рассказывать о ваших потенциальных возможностях ума, а, может быть, мило, поулыбаться и больше позадавать вопросы. Но это я как-нибудь в другой раз расскажу. Сейчас, чтобы я вот так, да, я тоже тут себе, у меня записочки есть. В общем, самопрезентация. Первое. Главное понимать цель этой самопрезентации. То есть вы туда пришли, и вы это рассказываете, вы вообще открываете рот с какой-то конкретной целью. Зачем вы это делаете? Чтобы потом понять, вы ее достигли или нет. Ну, то есть, вы понимаете, то есть, если вами заинтересовались, то, скорее всего, у вас возьмут какую-то визитную школу, или с вами поменяются социальными, да, там, социальными сетями. Если вы просто пришли, чтобы запомниться, радуйтесь, что люди запомнили ваше имя. Ну, то есть, понимаете, вам нужна цель. Если у вас цель была понравиться мальчишкам, девчонкам, опять же, вы поймете, вы достигли ее или нет. Поэтому первое – это цель. Второе – это 10 секунд, а после нее должны быть вопросы. И желательно сначала, если я так говорю, в профессиональной сфере, сначала достижения, а потом кто вы. Потому что так человеку будет проще запомнить. Так, поехали дальше. Тут был такой интересный вопрос. Как перестать обращать внимание на мысли других людей? Ну, знаете, как… Возможно ли перестать обращать внимание на мнение, да? Ой, шесть. Зависло. Да, это меня там дернули, я сбила. Смотрите, по поводу мнения других людей. Если вы планируете идти в публичную сферу, то как бы вам нужно принять мысль о том, что у других людей есть это другое мнение. И вот когда вы на него обращаете внимание, то у вас здесь может быть только лишь 11 в публичной сфере. Вам нужно понимать их мнение только для того, чтобы выстроить свое мнение и дать на это ответ. То есть влиять оно должно на вашу самооценку или вообще на что-нибудь. Ни в коем случае. Почему? Потому что это как раз специфика публичности. Мнение других людей вам надо, раз, для статистики, да, чтобы вообще понимать, как бы, да, что другие люди могут думать как-то по-другому. Два. Возможно, вы оттуда восперите какую-то прикольную идею. Такое тоже может быть, то есть мнение других людей может отнести даже какую-то рациональность, какую-то ценность, да. И третье – это очень полезное мнение, так, чтобы с кем-то поспорить. Поэтому мне нужно другое мнение только для того, чтобы ввязаться в спор и доказать свою правоту. Ну, логично. Да, то, что делают как раз многие люди, которые пиарятся на своей критике. То есть очень, если вы, ну, особенно если вы обратите внимание на сферу политики, я думаю, где многие как раз из вас, ну, да, плюс-минус не связаны, вы можете посмотреть, когда их вот садят, да, там, в какое-то ТВ-шоу и даже специально сталкивают между собой разные мнения. Потому что если не будет шоу, это как раз, это будет неинтересно. Интересно. Поэтому вы, когда спрашиваете, да, вот как перестать обращать внимание на мнения других, так это ж золотой квандайк. Ну, то есть наоборот, обращайте внимание, ввязайтесь в критику, уходите. Но при этом главное, чтобы вы имели своё мнение. Потому что не существует личного бренда без позиции. Если у вас нет позиции на эту, да, вот на какую-то идею, на то, что вы отстаиваете, то тогда это ещё сложно сказать, что вы вообще добьётесь хоть чего-то. Потому что как раз добиваются чего-то те, у кого есть своя позиция. Но она бывает порой неправильной, ну, как сказать, относительно неправильной. Либо её очень опасно высказывать. Типичный пример, возможно, вы сейчас увидели, это с Региной Тодоренко. Девушка, у которой мы раз, понимаем, женская аудитория. Два. Она блогер-миллионник. У неё там больше восьми миллионов подписчиков и так далее. То есть два важных пункта. Блогер-миллионник. Два. У неё женская аудитория. В основном женская аудитория. И она умудрилась сказать о том, что... Да, как бы, ну, бьют. Сама виновата. Да, ну, как бы, сама виновата. Нормально. Это было крайне опроменчиво с её стороны. Я была даже удивлена, что эта девушка, которая посмотрела мир, да, как бы, и не сообразила того, как живут сейчас её заграничные коллеги. В Америке, ты только попробуй бы об этом сказать. Тебя там не то, что... Вообще, ты просто будешь потом персоной нон-грата на любой тусовке. Так нельзя. То есть неужели она, да, как бы, на этот момент... Просто я почему говорю, что она блогер-миллионник? Она же, наверное, тогда следит за другими блогерами-миллионниками. Ну, да. Это было бы логично. Ну, то есть они же, как бы, представители одной сферы. И неужели она, как бы, не заметила, что сейчас как раз тема, там, насилия, она активно поднимается. Она активно поднимается именно популярными женщинами, влиятельными. И они, как бы, говорят о том, что насилие – это плохо. А она говорит, типа, что насилие виновата сама. Ну, то есть, как бы, тут, вот, знаете, вот этот вопрос, когда как раз человек был неподготовленный. То есть она была вышла в какую-то зону темы без своей позиции. Если нет позиции, тогда просто закрой рот и даже туда не лезь. Потому что будешь, вот, как пример, генитодоретка. Тебя просто сожрут. Вот. Ну, в принципе, ее пиарщики там сейчас выкручиваются. Ну, посмотрим, в чем это закончится. Ну, кстати, скажу, что вот как раз ее кейс про то, что она решила, знаете, как, если я где-то налажала, да, то я могу пойти потом это возглавить. Ну, то есть она сказала теперь, что я готова, да, там, придержать эту тему, я готова в ней разобраться и даже в какой-то мере моя страничка там возглавит все это движение. Это лучшее, что они могли сделать. Это правда. Дальше. Потом у нас из... Так, если там появляются какие-то вопросы, вы мне пишите по ходу дела. Буду сразу, будем тоже сразу на них отвечать. Были еще ряд вопросов, были связаны с работой пиарщика, да, ну, то есть как бы как ее начать там вообще в сфере, да, ну, там, первые шаги, да, условно так назовем, поэтому охватим эти вопросы, тема первые шаги в пиаре, да, то есть там, условно, если у тебя нет опыта. Я тут даже себе такую схемку, вот представьте, вы мне задали такой вопрос, что я даже схемку рисовала, вот. Смотрите, первое, что необходимо, я бы рекомендовала бы. Сначала это определится со сферой. Сферой пиара, да, то есть какую бы сферу бы, да, вы бы планировали продвигать. Какие у нас есть варианты? Вариант первый. Вы хотите быть пиарщиком в бизнес-сфере. Если в бизнес-сфере, то дальше уже важен вопрос, а что именно вы в бизнес-сфере хотите продвигать? Мы к этому вопросу вернемся. То есть у вас есть вариант. Бизнес-сфера, вы хотите быть пиарщиком. Вы хотите быть пиарщиком в политике. Вы хотите продвигать общественные проекты. Вы хотите продвигать, например, личные бренды. То есть вам нужно сначала определиться, а в какой сфере пиарщиком вам было бы интереснее всего. Почему? Потому что в бизнес-сфере вы, скорее всего, будете продвигать бизнес, а не личные бренды. Потому что личные бренды, там есть своя особенность. Политика – это другие инструменты. Там не такой пиар работает, как в бизнесе. Да, многие инструменты похожи, но они все-таки отличаются. И есть еще общественные проекты. Это еще отдельный пиар. Там еще отдельные инструменты принимаются. Поэтому вам нужно было бы определиться сначала, чего вы хотите. Дальше было бы прикольно разобраться в зонах, рассказывать, что такое зоны. Вы бы хотели работать как пиарщик, который, например, выводит продукт на рынок. То есть этот продукт, который no name, его только изобрели. Чаще всего это как раз с айтишниками работает. И очень часто это в сфере дизайнеров и бьюти-брендов. То есть продукт, который нужно вывести на рынок. Возможно, вы хотите браться не за продукты, которые не только появились, а, например, за развитие какого-то бренда. Это немножко другая специфика. Потому что вывод на рынок – это одна зона. Развитие продукта. То есть, например, это уже когда он в Киеве хорошо работает. Например, в Киеве, в Одессе. А он потом говорит, так, ну ладно, Киев, Одесса мы поняли. А теперь я хочу на всю Украину. Или же вариант, например, хочет выйти на другие рынки. В Америку, в СНГ, в Китай. По-разному. То есть это уже мы говорим не о появлении продукта, а, в общем, про его развитие. Возможно, вы хотите заниматься ребрендингом. То есть продукт уже длительное время существует. Тут как бы или поменялся собственник, или, короче, собственник потом так, фигня. Короче, давайте-ка мы ребренданемся и займемся чем-нибудь новеньким. Это еще одна специфика. Либо же, возможно, вы хотите заниматься антикризисом. Потому что очень часто бывает такое, что много фейлов. И как раз нужно именно бороться с этим негативом, кризисом коммуникационным. Это целая специфика. Поэтому можете попробовать. Может быть, вам эта тема интересна. Ну, туда же фейки. Или же вариант политтехнологии. То есть вы вообще хотите работать именно с технологиями. То есть не просто креативом, условно. А именно с технологиями манипуляции. То есть вам надо читать литературу. Это психология масс. Да, вот хорошая книжка есть. Либо она, можете ее почитать. То есть вам, в принципе, нужно тогда быть немножко по-другому разбираться. Там свои моменты, да. Это там больше с медиа нужно работать. И опять же, тогда еще мы решаем вашу специфику. Потому что есть, опять же, специфика у пиарщиков. Это могут быть чисто креативщики. Опа. Это могут быть креативные пиарщики. Это может быть зона текста. То есть коммуникация, копирайтинг, журналистика, блоги, спичрайтерство. То есть зона управления именно форматом текста, сценариев и так далее. Про креативщиков, это я говорю, возможно, вам интересно работать больше с визуалом. То есть какие-то креативные идеи, инфоповоды. То есть вот это как бы больше идейная работа. То есть не ручками, а именно придумывать идеи. Ну, это как генератор идей, но, может быть, вам это интересно. Есть еще зона СММщиков, да, то есть условно понятно, что пиарщики социальных сетей практически не существуют. Поэтому, возможно, вам интересен именно пиар через продвижение, через социальные сети. Ну, например, там даже, кстати, тоже можно выбрать платформы, которые вам будут ближе. Может быть, вам нравится личный ТикТок, или может быть, вам нравится Ютуб, или может быть, Инстаграм. Можно стать пиарщиком, да, либо специалистом по продвижению, по коммуникации в конкретной социальной сети. Например, как вот Андрей Шатырко, он как раз появился на зоне Ютуба. Ну, вот, у меня там были просто вопросы по Ютубу. Честно, ну, лучше идите туда к специалистам. Я просто по Ютубу там буквально вам скажу пару каких-то советов. Но, как бы, есть у нас специалисты, которые именно, да, у них вот профиль в этой теме. Поэтому, если вы станете специалистом по продвижению в какой-то социальной сети, тоже можно. Либо же есть еще одна зона, четвертая для пиарщиков, это ивенты. То есть, организация мероприятий. Если вам это будет ближе к Велкам, тоже можете себя там попробовать. И на будущее, как бы, потом это так уже, знаете, как условно лайфхак, либо из опыта. В общем, если вам нужно будет создать пиар-службу, то вам понадобятся вот эти 24 человека. Идейный, да, то есть, по сути, организатор идеи, который будет заниматься, ну, то есть, 4 роли. Ивентер, копирайтер, журналист и тот, кто будет отвечать за социальные сети. Это минимум, что вам понадобится. Ну, еще желательно, пятый, это какой-нибудь фотограф-видеограф. То есть, вот, как бы, это примерно ваша компания, да, с которой вы дальше можете работать. Вот. Поэтому, с чего вы начать? А потом все дальше очень просто. В любом деле, точно так же, как и в пиаре, самое главное, это ваши кейсы, ваш опыт. Вы можете прослушать миллион лекций, прочитать 100-500 книг, но пока вы не поймете, в вашей голове пока не появится какая-то идея, и потом вы ее не пойдете, не протестите лично, и не поймете, работает оно или нет, и как оно работает. Ну, то есть, как в любой профессии, вы будете теоретиком, а не практиком. Поэтому я бы рекомендовала бы, первые шаги, это мы беремся за какой-то проект, то есть, можно кому-то помогать. Один вариант – это стажировки находим. Дальше вариант – это фроматики организации. Вот, вы можете, да, там, помочь Юстейцу, да, пиариться. Дальше. Можете заниматься проектами своих друзей, может быть, у кого-то есть какой-то бренд, который они хотят раскручивать. То есть, вам нужен практический опыт, чтобы понять, а как это работает. Не просто, что нужно делать, и знаете, да, какой-то алгоритм пошаговый, а понять, оно реально работает, и если работает, то при каких условиях. Потому что, поверьте, я вам могу про пиар рассказывать, ну, хоть сутками, но будет все время определенный нюанс, и эти нюансы вы можете почувствовать только на практике. Вот, и как раз чем больше будет практики у вас, тем лучше, особенно разнообразные. Поэтому рекомендую, особенно если вы планируете в пиаре на будущее продвигаться, там, может быть, вы хотите свое агентство, или именно возглавлять на будущее пиар-службу, то вам как раз желательно было бы прогуляться по разным проектам, из разных сфер, потом на побыть там и немножко в СММ, да, немножко в интеракт, там, тексты пописать. То есть это все то, что там, даже побыть фотограф, видеомейкером, просто даже попробовать, какая из этих зон вам проще всего дается, ну, как бы в ней развиваться. Вот, поэтому это как про таких вот самые первые кейсы. Почему? Потому что потом, да, потом уже сможете пойти, но я вам скажу так, что пока из того, что я вижу, пиарщики со старта, ну, в принципе, зарабатывают неплохо. 10-15 тысяч – это, в принципе, стартовая зарплата пиар-менеджера, и это больше, чем, да, зарплата у многих помощников-юристов. Поэтому, в принципе, если вы поработаете, да, хоть с какими-то кейсами придете, то это нормально, я считаю, стартовая зарплата. Дальше. Были вопросы по негативу, по черному пиару, да, то есть, как бы, насколько нужно в этом развиваться, ну, там, вообще заниматься, в этой сфере развиваться, нужно ли об этом знать. Ну, смотрите, каждый пиарщик в любом случае столкнется с каким-то кризисом. Да, будет или негатив какой-то в сторону его бренда чаще всего, да, и поэтому в этом нужно разбираться. Я вам не говорю про то, что есть еще такое, да, понимание особое, как бы, каста людей, которые занимаются черным пиаром. Есть такие. Почему? Главное их, так скажем, условно, кредо, да, их возможности, это не всегда тот первый прибегает к финишу, кто быстрее всех бежит. Порой прибегает первый тот, кто просто не упал. Поэтому они просто начинают топить конкурентов. Это типичнейшая история про любую политическую гонку. В брендах на рынке, в бизнесе вы с этим столкнетесь реже. Там чаще конкурентов просто выкупают, особенно если они маленькие, приходят большие бренды, и они их просто выкупают. Ну, это сейчас такая достаточно распространенная практика. Выкупают крупные компании, выкупают стартапы, то есть, своих конкурентов. А в политике как раз очень часто топят друг друга. Вот как раз вот эта зона черного пиара, она чаще всего именно из политики. Это специфика. Я не скажу, что я в ней прямо очень хорошо разбираюсь, потому что я как раз больше в зоне была, которая противодействовала черному пиару. Ну, то есть, как бы вот мы научились там, например, если там, то есть, мы разбирались, как забочить ботов в Фейсбуке, как пожаловаться на комментарии. Я умудрилась поругаться с Гуглом, какого хрена они деньги брали, плату, рекламу за негатив там на нашего кандидата. То есть, здесь уже больше такие, как знаете, технические варианты, да, как отбиваться. Так же, как отбиваться от, там, черного пиара, там есть, опять же, ну, когда на тебя негатив, там, да, льют. Там есть свои определенные методики, но, опять же говорю, это достаточно узкая тема. И круче всего, когда бренд это, да, вот, ну, как бы сам это все переживает. У меня было таких вот несколько кейсов, ну, вот из тех, что, в общем-то, могу, да, в открытую рассказывать. И, наверное, то, что больше всего касается меня, это вот как раз история с холостяком. Почему? Потому что там всех девочек, то есть мы, это я просто помню первый день, когда съемки, что закончились, ну, как бы раньше, вот, а проект вышел позже. И вот этот вот первый день, когда вышла первая серия, когда ты понимаешь то, что ты вообще ничего не сделал, как бы плохого, но тебя почему-то ненавидит полстраны. То есть, ну, столько негатива. Причем у нас там было много красивых девушек, действительно красивых. Ну, ты ж холостяк. А все писали, боже, это ж таких страшных набрали. Это ж у нас в Украине нет красивых девушек, а тупые какие. Короче, честно, мы бы слушали про себя все. Вот, честно, наверное, может быть, там, по телеку я бы такого не сказала. Короче, у одной ноги кривые, у второй сиськи висят, третья вообще страшная. Это вообще разговаривать не умеет. Где же вы таких тупых бедных холостян? Так, боже, как же он там выживет среди этих двадцати пяти бур вообще просто. И знаете, самое удивительное, а мне моя младшая сестра комментарии читать не давала. Ну, а ей же было интересно. Она, короче, попереходила на несколько профилей, да, там, таких самых злостных комментаторов. Ну, скажем так, обычно как раз негативками пишут те, которые сами себя на ничего не представляют. Ну, вот хуже, да, я с хацапетом. Ну, вот объективно. Я вообще не считаю, что нет девушек некрасивых. Есть девушки недофинансированные. Вот, ну, тому пример Кайди Дженнер. Стремненькая-стремненькая была, а он пастику сделай, гляди, да, юные миллиарды. Красавица. Поэтому, ну, все возможно, да, как бы вопрос лишь в деньгах и в ресурсах. Вот, поэтому вопрос с негативом, как бы, как я с ним боролась, честно, а никак. Ну, вот, я просто на него никак не обращала внимания. У меня длительный период просто не было в социальной сети. И я поняла то, что весь негатив-то они сливают на меня в социальной сети, но когда они меня видят на улице, все бежали, фотографировались, да, там, то есть там, о, Ариночка, Ариночка, типа, мы тебя там знаем и так далее. То есть в лицо мне негатив не говорил никто вообще. В социальных сетях – да. Ну, пришлось, как бы, ну, скажем, опять же, это такое, как зона, как бы ты должен понять, что это будет твоя плата за популярность. Единственное, что, вот история с Региной Тодоренко у нее немножко по-другому. Почему? Потому что ее негатив в социальных сетях потянул по удару, по ее репутации как бренда, а значит, ударил по деньгам. У нее полетели рекламные контракты, потому что теперь не все бренды захотят с ней работать. Вот это, вот это, это уже удар. То есть пока вам этот негатив не приносит финансовых потей, то забейте, короче, на руку маленько. Главное, что о нас говорят. Потом они все равно забудут. Еще я вам скажу такое очень интересное наблюдение, да, скажем так, что очень круто, это уже с точки зрения такого, да, ну, как, ну, пиарщика, это больше уже как мои внутренние, да, то есть об этом нигде не написано, это скорее уже как такое внутреннее понимание, когда ты уже давно на рынке. Оно приходит с тем, что ты понимаешь, очень сложно, очень сложно распиарить и вообще рассказать историю того человека или того бренда, у которого все хорошо. То есть тот, кто изначально, ну, как бы не имеет каких-то изъянов, и он практически идеален, он очень быстро к нему теряется интерес. Поэтому, если у вас есть какие-то изъяны, либо вы еще в чем-то там не разбираетесь или не знаете, то поверьте, вот этот вот путь героя, это как раз самое интересное, что может вам помочь. Типичный пример. Хотите похудеть? Ну, так покажите это в своих социальных сетях. Ну, как вы будете худеть? Ну, условно, да, вот там вот берусь за себя, там и так далее. Людям такое нравится. Устройте им сериалы своей жизни. Почему? Потому что герой, у которого все хорошо, и он живет без проблем, это самый неинтересный герой. За ним никогда не будут наблюдать. Меня там спрашивали про истории, да, как распиарить свои социальные сети, да, например, там свой Инстаграм, повысить к нему интерес. Так станьте и сделайте из своего Инстаграма, условно, из своей жизни какой-то сериал, ну, сериалити. Просто выберите под это какую-то нишу. Ну, к примеру, вы можете сейчас, там, вот там ребята задавали, да, вот, например, путь артиста. Так вот, из этого, из своего Инстаграма можно сделать отличную историю своей жизни, да, вот как я становлюсь популярным. Вот, например, про пиарщика можно рассказать, как я ищу работу, да, там, как я хочу стать пиарщиком, да, то есть из этого сделать какую-то историю своей жизни, то есть как целый сериалити. Вот это может быть интересно, потому что люди как раз вот на это вот и подписываются, потому что будут, когда у вас изначально в жизни всё хорошо, вы неинтересны. Вот прям вам всё равно уже тогда какая-то боль, проблема, падение. Ну, тогда, да, как бы человек должен из чего-то выбираться. Ну, это уже такое, знаете, как основы драматургии жизни, но именно это то, что привлекает внимание. Так, были ещё вопросы. Так, вот как сделать, да, молодого артиста с пивака видом? Ну, вот это один из таких, да, там потом про стихи меня про канал YouTube спрашивали и так далее. Ребят, если вы хотите заходить в зону шоу-бизнеса, понимаете, тогда мой вам совет – это шоу «Кастингер». Если вы думаете, что на шоу «Холостяк» многие девочки приходили, чтобы замуж выходить, ну, как бы сложно сказать о том, что ты хочешь выйти замуж за человека, которого ты никогда не видел. Ну, то есть, и меня вообще всегда во время, когда нам там задавали вопросы, да, на кастингах, меня вообще смущал этот вопрос, типа, ну, как бы они, типа, говорят, ну, вот, как бы, а там, готовы ли вы там будете принять предложение от «Холостяка»? Так, погодите, а если он мне не понравится, как бы, если, ну, правильно, мне сильно не нравится, то, как бы, я не готова ломать свою жизнь ради вашего шоу. Ну, нафиг он не сдался. Вот, поэтому такие, знаете, были странные вопросы. Но я вам скажу так, что там было очень много девочек, которые были именно связаны со сферой шоу-бизнеса или хотели в неё попасть. Поэтому вам нужно принимать участие в кастингах. Если кто-то из вас когда-то думает о том, что весь шоу-бизнес строится на таланте – нет. На связях. Точно так же, как и политика. Поэтому моя вам рекомендация – это хотите в шоу-бизнес вперёд из песни. На кастинге мы знакомимся с представителями шоу-бизнеса, мы тусуемся там, где тусуются представители шоу-бизнеса и занимаемся нетворкингом. То есть мы начинаем, ну, да, как бы, ну, привлекать к себе внимание. Ещё один вариант – это, понятно, стать на разогреве или, там, зайти в тусовку, там, определённой какой-то одной звезды. Я бы сейчас рекомендовала бы посмотреть, вот, особенно для тех, которые хотят попасть в шоу-бизнес, да, или раскручивать звезду шоу-бизнеса, да. Посмотрите сериал «Невероятная миссис Майзел», да, Майзел, как-то так. Там отличная история про девчонку, которая вот хотела стать стендап-комиком, и там очень много крутых моментов, именно вот если его смотреть как пиарщику, да, то есть там как менеджеру артистов или самому артисту, как она начинала, что она там по клубам, они договаривались, чтобы она там выступала, а потом она просто попала на разогрев к очень крутому артисту. Ну, то есть, опять же, и это были связи и знакомства, и она с ним познакомилась, опять же, на каком-то тиви-шоу. Ну, то есть думать вам о том, что вы станете артистом, если вы будете петь в метро, ну, то это вряд ли. Почему? Потому что продюсеры там не ходят, и звёзды тоже редко. Да, тусуйтесь там, где есть те люди, которые, ну, из вашей тусовки, то есть вам нужно быть в своей сфере. Поэтому, ну, понятно, что я там, Инстаграм, Ютуб, да, однозначно, если у вас выдающийся талант, ну, я думаю, вас заметят. Но я бы всё-таки бы старалась бы идти, чтобы меня заметили эти люди, которые мне могут помочь. Да, ну, желательно какие-то тиви-шоу. Вот. Там уже будет вам попроще. И желательно использовать эти тиви-шоу и везде рассказывать о том, что вы артист. Там, пою, танцую, выступаю, вообще я в кино отлично играю. Вот, хочу туда. Поэтому, ребят, рекомендую всё-таки кастинги и шоу. Дальше. Были такие вопросы по поводу, нужен ли самому, ну, вообще, пиарщику сама пиар. Ну, это, знаете, история сапожник без сапог. Но здесь я отвечу трошки по-еврейски. Да. Ну, Тадик, тебе поможет. Только тебе не в шоу надо, я вопросы вижу. А тебе... Ты и так всех звёзд пособирал. Вот поэтому, если там надо будет кто-то, вот, не знает, где найти звёзды, вот, видите, вот там за Тадик, если вы подпишитесь на него, попросите попиарить его проект. У него проект, в котором как раз много звёзд тусуются. Может быть, он вас пригласит к себе как стажёра и заодно с кем-то познакомитесь. Вот. Был вопрос, да, вот, вернёмся к вопросу, нужен ли пиарщику, да, то есть, самопиар. Смотрите, есть определённые сферы, где пиарщику, не пиарщику, а вообще нужен личный брат. Это, в первую очередь, те люди, которые предоставляют услуги. Почему? Потому что личный бренд – это вообще, что такое личный бренд, да? Личный бренд – это то, что вам помогает стоить дороже. Или же удорожить продукт, который вы продаёте. К примеру, есть костей, вот, если кто-то там, вы знаете, там, может быть, читал кейс Кайли Дженнер, да, это младшая сестра Ким Карадашин, у которой сейчас миллиардная корпорация, в которой ты будешь всем сотрудникам. Вопрос, как девочка в 21 или 22 года управляет миллиардной корпорацией, в которой семь сотрудников. Ответ, у неё всё на аутсорсе. То есть, мы понимаем о том, что существуют заводы, площадки, которые выпускают такую же косметику, как есть у Кайли Дженнер. Вот только там эти косметики будут стоить дешевле. А потому что эта косметика Байта Али Дженнер, она стоит условно на 3-5 долларов дороже. Да, звучит как бы маловато 3-5 долларов, а умножьте это в миллионных продажах. Так вот, как раз благодаря её имени, вот эта штука стоит дороже. Вообще, личный бренд, он удорожает. Точно так же он будет удорожать, о чём я говорила в начале нашей встречи. Личный бренд вам сможет удорожить ваш чек. То есть, какой-то специалист будет стоить условно там тысячу долларов, благодаря вашему личному бренду вы будете стоить дороже. Там полторы тысячи, и там и дальше вверх-вверх-вверх. Мне же говорят, например, есть и политтехнологи, которые там берут, например, 30 тысяч долларов, да, например, за работу с ними. То есть, ты понимаешь, потому что это, ну, как бы я знаю этого человека, но просто не будем, да, как бы, а то ещё вдруг он нас тут слушает. Конечно, шансов мама, но какая разница. Здесь просто, так, если я вас попрошу, вы меня подстрахуете, вы видите вопросы, да, которые задают нам? Да. Давайте так, чтобы я просто не отвлекалась на вопросы. Если вы там какие-то интересные видите, вы мне их задавайте, я буду на них, да, по ходу дела. Окей. Да, чтобы я тут это, да, могла сбиваться. В общем, все, кто занимается, то есть, во-первых, хотят удорожить какой-то продукт, или же они хотят, или же люди хотят стоить дороже на рынке, да, то есть, свой личный бренд, вот им всем как раз и нужно, ну, свой пиар, по сути. Вопрос только вот, как можно долго ли заниматься самопиаром? Знаете, это как к вопросу, там, любой звезды, вообще любого человека, пиар, ты можешь заниматься самопиаром до определённого уровня. Потом ты упираешься в определённый, ну, в потолок, и ты понимаешь, что уже сам один, ты не сможешь продвинуть, да, то есть, себя выше, то есть, тебе... Там, да, некоторые вопросы, я выставляю, это не будет. Просто потом ты начинаешь, ты упираешься в потолок, и ты понимаешь, что тебе нужна помощь, то есть, тебе уже нужны профессиональные люди, да, и хотя бы те, которые тебя могут усилить. То есть, я вам скажу так, что самый хороший пиар, это тогда, когда не ты говоришь о себе, а кто-то говорит о тебе. Это считается вот прямо высший пилотаж. Поэтому, когда меня часто спрашивают вообще, с чего бы начинать, да, там, свой пиар, свое продвижение, это первое, это я бы выбрала, порекомендовала бы позиционирование, да, то есть, то есть, выбрать, как же я хочу, чтобы о мне говорили другие, да, какие месседжи, что бы я хотела бы, чтобы они обо мне доносили. Второе, я выбираю каналы коммуникации, то, что это вариант, или социальные сети, да, там, в основном, и какая социальная сеть, и что я там буду вещать. И потом я точно так же вокруг себя создаю своих апостолов, ну, то есть, как бы, команду условно пиарщиков. Это можно собрать там 3-5 человек. Вы берете, вы ходите вместе на какие-то тусовки и продаете друг друга. Как это может выглядеть? Это может выглядеть, как вы приходите на какой-то бизнес-ивент. Например, вы туда приходите вдвоем. И вот вы теперь представьте, что вы приходите и на одной перес, когда вы знакомитесь при одних обстоятельствах, вы знакомитесь сами и о себе сами рассказываете. Здравствуйте, да, там, например, меня зовут Арина Яворских, я пиарщик, да, или там спец по коммуникациям. Та же ситуация, те же люди, но только о себе говорю не я, а, например, моя подруга или мой условно пиар-партнер, который говорит, знакомьтесь, это Арина Яворских, она один из лучших пиарщиков, которых я знаю. Вот когда о тебе говорят, вот это как раз считается самым лучшим пиаром. Поэтому я вам считаю, соберите вокруг себя свою команду условно апостолов, договоритесь между собой и продвигайте, продвигайте друг друга, ходите вместе на ивенты, продвигайте друг дружку в своих социальных сетях, рассказывайте друг о дружке, снимайте вместе сторис, меняйте, делайте челленджи. Ну, то есть все в ваших руках, все возможно. Вот если соберете себе такую команду, ну, как бы по рекомендациям, это как раз больше зона нетворкинга, но любой хороший персональный бренд это как раз тот, о котором говорят. Поэтому я бы вам рекомендовала бы собрать такую команду пиарщиков, и дальше можно вперед двигаться. Поэтому нужен ли пиарщику самопиар? Если пиарщик это человек, который предоставляет услуги, да, ему нужен свой персональный бренд. Точно так же, как и любому другому представителю профессии, который предоставляет услуги, ему нужен личный бренд. Ещё, кстати, я столкнулась с такой интересной штукой, что личный бренд, он, ещё у него такая интересная функция. Раньше я о ней очень мало говорила, потому что она была, если честно, менее актуальна. Сейчас она действительно стала актуальна в связи с карантином, с кризисом. Это вопрос поиска работы. Почему? Потому что личный бренд вам позволяет, это как ваша буферная зона, это ваша подушка безопасности. Почему? Потому что люди, здесь, во-первых, человека, у которого уже есть уровень узнаваемости и личный бренд, скорее будут искать его, и его будут хантить, чем он будет искать работу. У личного бренда, у него уже есть, к нему обращаются. Почему? Потому что сейчас будут скорее искать на рынке не ноунеймы, то есть не тех, кого знают, а уже будут как раз больше обращаться к тем, кто узнаваемый. Точно так же останутся на плаву узнаваемые бренды. Неузнаваемые бренды в сфере одежды, в сфере еды, они просто пропадут. Их просто не будет, потому что их сожрут более сильные конкуренты. Что значит более сильные конкуренты? Более узнаваемые с большими деньгами. То есть те, у кого точно так же выживут на рынке услуг. Те, у кого создан уже свой какой-то личный бренд, у вас есть какая-то финансовая подушка, плюс есть какая-то своя узнаваемость, они на рынке, по сути, и выживут. У них будет больше заказов. Если бренд ну наивну как бы, ему будет правда сложнее. Но сейчас я бы сказала бы, что вот как раз карантин, там будет тоже вопрос про эффективность пиара во время карантина. Я вам скажу так, что для определенных сфер сейчас прям, ух, так скажем, прям жаркая пора. Для кого? Врачи. Сейчас очень легко распиариться любому врачу. Очень легко распиариться любому юристу, потому что дофигища проблем. Очень хорошо распиариться сейчас любому HR, который выйдет и может что-нибудь рассказать. про ребенок труда, потому что на это сейчас большой спрос. Дальше. Очень хорошо сейчас распиариться тем, кто может поднять настроение. То есть это в принципе зона развлечения. Сейчас и больше времени, как бы, ну и люди просто хотят снимать негатив, это как такая еще отдельная, да, там зона. Поэтому, если вы представитель этой сферы или хотите работать с этой сферой, то, да, как бы вперед из песни, это как раз те зоны, которые вот хорошо будут развиваться. Будет хорошо развиваться, понятно, медицинская сфера, то есть еда будет развиваться, она тоже не будет да, не денется. Но не рестораны, которые предоставляют услуги, а именно еда, это как зона, ну, производителей еды. То есть можете тоже на них обратить внимание. И понятно, политики и общественные деятели. То есть все политики и общественные деятели, которые сообразили сделать какой-нибудь крутой инфоповод во время карантина и кризиса, ну, просто отвечая, мои аплодисменты. Я видела несколько интереснейших кейсов, вот, прям во время этого. Ну, я бы, честно, вот, если бы у меня просто сейчас, как бы, нет, да, в ведении, там, политиков, вот, но я бы им, конечно, бы рекомендовала бы именно сейчас, в этот момент, очень хорошо попиариться на этой зоне. Но в каком плане пиариться? Не с плохой стороны, ни в коем случае. Потому что если вы просто пиаритесь и ничего при этом не делаете, вас раскусят, ну, раз-два. Социальные сети уже не тот мир. Поэтому если вы хотите пиариться, то вам придется что-то делать. Прям придется напрячься. И если какой-то бизнес резко вдруг захотел стать хорошим, да, и заняться своей репутацией, и при этом он не вовлечен ни в один социальный проект, ну, ничего у него не получится. Потому что рассказывать, сидеть в рекламе, какой я хороший и замечательный, это уже никому не интересно. Если у тебя есть деньги, если у тебя есть власть, влияние, ты обязан помогать обществу. Но это уже, как бы, новые потребности. Мир изменился, он стал немного другим. Если в Америке, как бы, есть, да, вот, звезды, вот это как раз была история с, опять же, Ким Кардашьян, когда горела Австралия, они не перечисляли деньги. Ну, типа там, они что-то там, она написала пост условно, то есть все звезды начали перечислять деньги, она написала пост потом, как ей жалко, ай-яй-яй, говорит Австралия. Так ее, короче, подписчики на нее так надавили, что она быстренько миллион долларов перечислила. Аж бегом. Поэтому, чтобы вы понимали, сейчас речь о пиаре, это не просто о том, что ты выйдешь и расскажешь, какой ты крутой и замечательный, и тебе будут все стоять аплодировать. Нет, так уже не работает. То есть работа, это реально работа, то есть ты что-то делаешь, какой-то, ты реально какой-то кисть, ты выбираешь какую-то социальную проблему, ты выбираешь какую-то свою позицию, ты предлагаешь решение, ты занимаешься этим решением, ты продвигаешь это. Вот это пиар. Я просто даже с другими, если честно, не работаю, потому что все то, что придите, расскажите, что я хороший, это называется реклама. Вот сюда идите, вот, короче, там можете денег дать, короче, они вам напишут какую-то заказную статью. Если вы хотите прийти к пиарщику и получить от него какую-то помощь, Тогда уж извините, вам больше придется потратиться не на какую-то крутую статью в каком-нибудь журнале, а вам придется потратиться на какой-то социальный проект и реально доказать какую-то свою социальную пользу, о которой мы потом расскажем обществу. Потому что просто прийти и рассказывать, какой вы красивый, так зачем? Кому это надо? Это не пиар, это реклама и маркетинг, это вот туда, это чуть другую зону. Это да, это еще один из моментов, чем отличается пиар и маркетинг и реклама. Но ни в коем случае не подумайте, что реклама бренду не нужна. Нет, нужна. И реклама, и маркетинг, все надо. Так, дальше были вопросы, например, как поднять свою узнаваемость. Так, это был хороший вопрос. Почему? Потому что перед тем, как, знаете, как что-то поднимать, надо понять, а в какой она зоне лежит и вообще, лежит ли она вообще существует или нет. Поэтому первое, чтобы понять, да, вот как повысить свою узнаваемость, первое, что нужно сделать, это для любого бренда, с которым вы начнете работать, или даже для себя, вы должны сначала определить масштаб вашей узнаваемости, который есть сейчас, и масштаб вашей узнаваемости, который вы хотите. Видите? Типичный пример такой, чтобы был вот простой, как дверь. Вы хотите получить узнаваемость, например, на весь свой вуз, ну, университет, да, ладно, давайте так, возьмем факультет. На факультете условно 500 человек учатся. Вы пока точно знаете, что у вас есть узнаваемость в вашей группе, в которой учатся 30 человек. То есть мы теперь понимаем, у нас есть группа в 30 человек, в которой нас знают, а я хочу факультет, а там 500 человек. То есть вот масштабы моей узнаваемости. Теперь дальше вопрос, а сколько людей в группе обо мне знают? Мы должны определить количественный показатель. Чтобы быть брендом в своей группе, вам нужно показатели от 70% узнаваемости. У меня с математикой так себе, ну, в общем, если поделить на калкуляторе, догадываюсь, что 70% от 30, это что-то там за 20 человек, да, должны знать о вас, что вы вообще слышали. Существуете. Ну, хотя бы, да, не путать ваши имя, потому что было такое, знаете, как в школе учишься в классе, и потом понимаешь, что половина своих одноклассников, а ты даже не понимаешь, кто все эти люди, да? Здравствуйте. Вот. То есть первый показатель – это выше 70% узнаваемости. Теперь я понимаю, что мне нужно от 500 человек посчитать, сколько людей должны обо мне знать на факультете. Мы считаем оттуда 80%. А второй момент – что они должны обо мне знать? Потому что если они просто обо мне знают, что я существую неплохо, дальше, опять же, мы возвращаемся к цели, да, на вообще наличие личного бренда, да, и вообще вашей узнаваемости. Как вариант, я, например, хочу стать самой, вот, ну, чтобы меня считали одной из самых красивых девушек, да, например, в факультете. Я хочу на 8 марта цветы, вот, ну, я так решила, и в Валентинке на 14 февраля, вот, и следа они побольше. Ну, тогда получается, что мне нужно делать? То есть как обо мне должны говорить? Как одной из красивых девушек. Что я делаю? Иду на конкурс красоты, а также поднимаю уровень узнаваемости своего инстаграма, начинаю постить там тоже свои красивые фотографии и не выкладывать тогда, когда я стрёмно и бухаю. Вот. Это как один вариант. А, еще и так же можно пойти договориться с другими подругами, чтобы они пошли и рассказали всем остальным, что это очень классно. Можно еще подкупить несколько парней, которые скажут, что ты прям офигенная. Вот, да. Это, поверьте, это все отлично работает, да, с тема, в общем. Нужно создать вокруг себя группу фанатов, и будет вам успех. А теперь, как бы, да, перейдем к каким более, да, вот, если мы это все перенесем, это же типичные просто алгоритмы. Мы можем это с вами перенести на любой бренд. К примеру, это может быть бренд одежды. Ваша целевая аудитория в городе Киев, например, девчонке 25-35 лет, вы, например, продаете белые футболки. Без проблем. То есть это ваша целевая аудитория, если вы действительно хотите стать брендом, значит, вас должны знать около 70% девушек этого диапазона возраста в этом городе. Дальше двигаемся с таким же любым брендом по любому такому же алгоритму. Чтобы вот, и вот как раз вопрос, как ее поднять, да, это узнаваемость. Поэтому первое, что вы делаете, вы сначала определяете уровень узнаваемости, который у вас есть. Потом вы определяете, о какой же масштаб вы хотите. И потом вы определяете, о что о вас должны знать. Ну, например, как о специалисте по пиару. Как общественный деятель. Вот это мне фраза нравится. Общественный деятель. Никогда не пишите эту фразу. Почему? Потому что я не понимаю, чем вы занимаетесь. Такое ощущение, будто вы какой-то грантоед. Напишите, что вы отстаиваете интересы, представляете интересы. Вам болит идея, или вы общественный деятель. Какой? Сферы. Ну, то есть, опишите, да, то есть, ну, как бы, ну, как пример, да. Общественный деятель. Или же фраза. Представленный к Громадской Раде при Министерстве экологии. Громадская Рада, Министерство экологии. Ну, то есть, не надо далеко ходить и быть идиотом, чтобы понять, что вы, скорее всего, отстаиваете интересы экологии. Да, или же, например, общественный деятель по вопросам, там, защиты прав женщин. Ну, вот. Ну, хоть что-то, ну, то есть, объясните мне, да, то есть, из какой вы среды, да, вообще, ну, человек, о чем вы, кто вы, да, что вы себе представляете. Поэтому позиционирование – это крайне важная вещь. Поэтому задумайтесь о том, чего бы вы хотели. Поверьте, распиарить можно любую идею. Самое главное, чтобы она у вас была и была сформирована, и была такая, чтобы её можно было попередать другим. Вот это самое главное, чтобы ваши идеи могли передавать другим. Потому что, если ваши идеи другие не передадут, к сожалению, популярным вам будет стать чуть сложнее. Ваши идеи тоже. Так. Были так. Хороший вопрос был вот про основные правила пиара. Ну, скажем так, основное правило пиара – это интерес. Самое главное, что вы, вообще, на чем строится весь пиар – это на интересе. То есть, вам нужно привлечь, ну, да, внимание, полный интерес. Внимание – это тот ресурс, который вы как раз… Первое, что человек испытывает – это интерес, да, и поэтому за интерес он дарит вам свое внимание. Вам нужно вызывать интерес у других. Я вам тоже, кстати, не зря рассказывала про путь, условно, да, путь героя. Либо сериалити из вашей жизни. Потому что это называется – вы будете у людей вызывать интерес. А что у него завтра? Вот сегодня у него проблема. А как он её решит? А решит ли он её? Очень круто, да, это вот… Это как вот эти… Многие есть хорошие и челленджи, да, то есть я встречала, когда люди ставят перед собой какую-то цель, да, и потом её показывают, как они её достигают, ну, там, из недавних таких это… Наберу ли я за месяц 50 тысяч подписчиков, да, ну, вот, условно, это уже хотя бы, да, это какая-то идея, которая похожа, да, на какой-то, условно, там, жизненный, да, там, какой-то там челлендж, какой-то вызов. Вот. Поэтому самое главное – это вот какой-то интерес, то есть можете ли вы вызывать. Как мы можем вызывать интерес? Я тоже себе вот выписывала. Чаще всего это какие-то такие всякие шоковые видео, да, то есть я вам сейчас просто буду рассказывать, а вы будете об этом сразу вспоминать. Так, прошу прощения, это у меня всё, про камеру, а вместо этого она устроила падение Пизанской башни. Шок-контент. Шок-контент – это та штука, которая привлекает внимание, причём она, знаете, так сразу автоматом, причём человек это не контролирует, он зависает, да, такой, типа, вот это эмоции, эмоции удивления, фу, класс. Вот шок-контент – это отлично, я думаю, что вы знаете их, там, куча примеров, да, там, шок, страна такого не видела, короче, тут открыт секрет или там какой-то скандал, да, то есть вот эта история про шок-скандал – это вот туда. Дальше, интрига. Вы не поверите, что она сделала. Чё, чё сделала? Может быть, лично вы на это не ведётесь, да, ну, чтобы вы понимали, статистика – вещь упорная. Ну, 70% людей реально на это ведётся, 70%, 80% и даже, ну, то есть удивительно, но это факты, да, поэтому мы не будем спорить с статистикой и цифрой, а лучше будем использовать себе во благо. Дальше. Раскрыт секрет Клеопатры, как она соблазняла мужчин. Секрет. Людям всегда был интересный секрет. Поэтому, или вариант, вы у них вызываете состояние шока, то есть, знаете, такой пара умодит, несколько секунд зависания, и широко-широко открыты глаза, и падающая челюсть. Или же вариант, вы у них вызовете интригу, возможно, вы раскроете им какой-то секрет, это отлично работает. Дальше. Идёт ещё отличная штука – это развлечение и смех. То есть, я думаю, что вы часто видели, почему-то в Ютубе набирает больше популярность, Ютуб, Инстаграм, даже ТикТок – это всякие видосики развлекательного характера больше, чем видосики какого-то поучительного характера. То есть, это, знаете, как у Черняка, например, там есть пару видео, которому ночью радуются, что там несколько миллионов просмотров. Ну, извините меня, какой-то, не знаю, ребёнок, который там где-то какается в машине, собирает 7 или 10 миллионов просмотров. Ты сидишь такой, думаешь, что они теперь смотрят? Ну, что они смотрят? Чтобы вы понимали, да, это работает. То есть, вот какой-то такой именно условно развлекательный контент хорошо работает. Отлично работают шутки. Стендап, смех, приколы. Если вы даже посмотрите, вы можете полистать. Ой, у нас Инстаграм попоряджается, через 2 хвилины закінчится эфир. Так, ну да, я это поняла. Потому что, да, я весь я говорю, говорящий, я могу говорить об этом долго. Поэтому я тогда ещё заканчиваю. Есть ещё две таких зоны. Это как секс. Девушки, которые сексуальны, да, на них правда обращают больше внимания. И есть ещё одна интересная зона. Это зона отвращения. Не зря раньше были популярны цирки, да, с уродами. И вообще вот эти всякие картинки, такие страшные, ну, они тоже набирают большое количество просмотров. То есть, это просто то, что является на уровне инстинкта людей, и им это интересно. Так, ну, скажем так, на очень много ваших вопросов, к сожалению, я ответить не успела, но если что, вы можете мне их задать лично где-то там в инстаграме, если вам правда это интересно и нравится то, как я об этом рассказываю, вот, можете зайти ко мне в инстаграм, и я вам обязательно там подаю ответы на ваши вопросы, или, может быть, даже сделаю ещё отдельный на эту тему эфирчик. Было тоже интересно. Вам большое спасибо. Ну, всё, инстаграм нас с вами разлучает, поэтому я надеюсь, что мы с вами ещё до какой-нибудь встречи. Чтобы я сказала, дякуй вам. Пока-пока. Пока.